Матерь Владимирская Матерь Владимирская Все безысходно, осталось одно лишь Грохнись ей в ноги, Матерь Владимирская Может, умолишь, может, умолишь Андрей Вознесенский Молитва Поза Повлияла ли встреча с царем на мою психику, говорил Андрей Андреевич О той грандиозной публичной порке, которую устроил ему Хрущев Наверное, душа была отбита стрессом Из стихов пропали беспечность и легкость На зло им, вопящем в Кремль, без галстука, битник Я перестал с тех пор носить галстуки вообще Перешел на шейные платки, завязанные в форме кукиша Это была наивная форма протеста Тяжелее всего было видеть не торжествующие рожи врагов в зале А ускользающие улыбки приятелей во время перерыва Прячущих глаза, будто не узнающих меня В центре фойе, в кругу лид-классиков, среди серых пиджаков Врезалась в память весеннее салатно-зеленое платье Зои Богуславской Молодого критика и начинающего прозаика Заметив меня, она развернулась и демонстративно на весь зал поздоровалась Подошла и заговорила В этом поступке, рискованном для ее судьбы, озонно проступила чистота и красота ее характера Странно, вроде гонимым был я, но именно ее хотелось спасти Вытащить из круга вурдаваков Авы-оза, ночь или жилье? Псы левоют, слизывая слезы Слушаю дыхание твое Авы-оза Рабела, как вступают в озеро Разве знал я, циник и паяц Что любовь – великая боязнь Авы-оза Страшно, как сейчас тебе одной Но страшнее, если кто-то возле Черт тебя сподобил красотой Авы-оза Вы, микробы, люди, паровозы Умоляю, бережнее с нею Дай тебе не ведать потрясений Авы-оза Противоположности свело Дай возьму всю боль твою и горечь У магнита я печальный полюс Ты же светлый, пусть тебе светло Дай тебе не ведать, как грущу Я тебя не огорчу собою Даже смертью не обеспокою Даже жизнью не отягощу Авы-оза Прибывай светла Мимолетная непрекратима Не укоряю, что прошла Благодарю, что приходила Авы-оза Андрей Вознесенский Оза Тетрадь, найденная в тумбочке Дубнинской гостиницы Я год скитался по стране Где только не скрывался До меня доносились гулы собраний Где меня прорабатывали Требования покаяться Разносные статьи Один из поэтов с трибуны В Союзе писателей Требовал для меня высшие меры Как для изменника Родины Центр ядерных исследований в Дубне Во главе с его отцом-основателем Академиком Флеровым Стал одним из немногих убежищ Для Аганимова поэта Его официально приглашали Читать в Дом ученых Лекции и стихи И вот, набравшись храбрости Он позвал туда На один из вечеров Зою Борисовну Женщина стоит у циклотрона Стройно Слушает замагничено Свет сквозь нее струится Красный, как земляниченка В кончике ее мизинца Не отстегнув браслетки Вся изменяясь смутно С нами она И нет ее Прислушивается к чему-то Тает, ну, как дыхание Так за нее мне боязно Поздно, ведь будет поздно Рядышком с кадыками Атомного циклотрона Я знаю, что люди состоят из атомов Частиц, как радуги Из светящихся пылинок Или фразы из букв Стоит изменить порядок И наш смысл меняется Говорили ей Не ходи в зону А она вздрагивает Ноздрями Празднично хорошее Жертву ли приношение Или она нас дразнит Нет стегнув браслетки Вся изменяясь смутно С нами она И нет ее Прислушивается к чему-то Зоя, кричу я Зоя! Но она не слышит Она ничего не понимает Может, ее называют Оза? Дубна была мне очень кстати Вспоминала Зоя Борисовна Мне надо было завязать знакомство Ведь я задумала повесть о физиках И я согласилась поехать От бюро пропаганды Художественной литературы Есть фотография с тобой вечером Он наклоняется ко мне И что-то спрашивает А он спрашивал все время Что для тебя почитать? Все в Дубне было очень платонически Но, конечно, началось Все в Дубне Он бегал тогда за мной Как зарезанный Но у меня были Совсем другие пристрастия Ну, поэт Сегодня у него Один предмет обожания Завтра розы Послезавтра телега Переехала Еще что-то Как я могу поэту верить? Да мне и не хотелось Он моложе У меня семья и ребенок Поймите Очень крепкая семья А он оттуда меня уводил И решающим стал Тот момент С причалом Зоя Богуславская Дело было так Рассказывала Зоя Борисовна Я увидела, что есть путешествие По Волгобалту Открытие Первый туристический круиз И меня туда понесло Я взяла с собой сына Леньку Которому было тогда лет восемь И вот мы поплыли На каком-то этапе Вдруг Утрапа Ко мне подходит То ли радист То ли заместитель капитана И говорит мне Вручая огромадный букет Вы Зоя Богуславская И потом На каждой остановке Рубка передавала По всему теплоходу Телеграмма Ози Богуславской Телеграмма Зои Богуславской Телеграмма Леди Богуславской Миллион алых роз Он меня засветил Мне выйти из каюты Уже было неловко Настолько это была Тотальная атака Я была накалена До крайней степени И когда мы сошли В Петрозаводске Вдруг в конце причала В глубоком далеке Я вижу фигуру Вознесенского Оказывается он сутки ждал Думал Увижу растаю Но я сказала Прошу тебя Не преследуй меня больше Ты меня компрометируешь И что-то еще В том же роде Очень злое Он побелел Как полотно Я больше никогда Не буду тебя преследовать И ушел В час отлива Возле чайной Я лежал в ночи печальной Говорил друзьям О бозе И величье бытия Но внезапно Черный ворон Примешался к разговорам Вспыхнув синими очами Он сказал А нафига? Я вскричал Мне жаль вас, птица Человеком вам родиться Счастье высшее Трудиться Полпланеты Раскрая Он сказал А нафига? Будешь ты Великий ментор Бог машин Экспериментов Будешь бронзой Монументов Знаменит во все края Он сказал А нафига? Уничтожив олигархов Ты настроишь Агрегатов Демократии Заменишь Короля И халуя Он сказал А нафига? Андрей Вознесенский Оза В оригинале Герой Эдгара По Оплакивает возлюбленную И борется с темными силами Которые воплощает ворон Вознесенский тоже борется с собой Сознание отупело Пришла депрессия Впрочем, я был молод Тогда оклемался Остались стихи Тогда написались Сквозь строй О Тарасе Шевченко Спиной он чувствует удары Правофланговый бьет Удало Друзей усердных слышит глаз Прости, старик Не мы, так нас И М. Монро Он встречал ее в Америке Я Мерлин Мерлин Я героиня Самоубийства И героина Кому горят мои гергины С кем телефоны заговорили Кто в костюмерной скрипит лосины Невыносимо Невыносимо, что не влюбиться Невыносимо без рощ Осидны Невыносимо Самоубийство Но жить гораздо Невыносимее Невыносимо прожить, не думая Невыносимее углубиться Где наша вера Нас будто сдунули Существование самоубийства Самоубийство бороться с дрянью Самоубийство Самоубийство мириться с ними Невыносимо, когда бездарен Когда талантлив Невыносимей У меня на душе Продолжает Зоя Борисовна Что же я сделала, обидела Какая я сволочь Испереживалась Тут мы подплыли к пункту Вознесенск И я посылаю телеграмму ему домой Хожу по Вознесенскому городу Любуюсь Вознесенскими улицами Райком Вознесенска Принимает членские взносы На углу дают Веники Вознесенского Рубль штука Когда я вернулась Я была уверена, что меня ждут И уже ищу глазами на причале Но его нет На какой-то день звонит его мама Зоечка, а вы не знаете, где Андрей? Он как уехал, так ни разу и не позвонил И тут я начала паниковать Мало ли что могло случиться Тогда, думаю, и наступил перелом И я поняла, что могу совсем его потерять Мы убиваем себя карьерой Деньгами, девками загорелыми Ведь нам, актерам, жить не с потомками А режиссеры одни подонки Мы наших милых в объятиях душим Но отпечатываются подушки На юных лицах, как след от шины Невыносимо Невыносимо Когда на синем Твои прощальные апельсины Я баба слабая Я разве слажу? Уж лучше сразу Из воспоминаний Андрея Андреевича Боясь прослушки, я не звонил домой Наивно полагая, что власти не знают, где я Загнанно сторонился всех Опасался читать стихи По Москве пошел слух, что я покончил с собой Матери, полгода не знавшей, где я и что со мной Позвонил Генри Шапира Американский корреспондент в Советском Союзе Правда, что ваш сын покончил с собой? Мама с трубкой в руках Сползла на пол без чувств Близкие знают, что я никогда не жалуюсь Разве что листу бумаги Но тут подступил край Непроглядная затягивающая дыра Казалась мне единственным выходом Я написал два предсмертных письма Одно адресовалось генсеку КПСС Я писал, что больше не буду мешать строительству социализма Что я добровольно ухожу Но прошу опубликовать мое последнее произведение Второе обращалось к незнакомому мне президенту Кеннеди Но смысл был тот же Я заклеил оба завещания и пошел к Саше Межирову У которого был немецкий вороной пистолет Ты мне снишься под утро Как ты, милая, снишься Почему-то под дулами, наведенными снизу Ты летишь под Московьем Хороша до озноба Вся твоя маскировка Тридцать метров озона Твои миги сосчитаны наведенным патроном Тридцать метров озона Вся броня и защита В том рассвете болотном Где полет безутешным Но пахнуло полетом И уже не удержишь Дай мне, Господи, крыльев Не для славы красивой Чтобы только прикрыть ее От прицела трясины Пусть еще погуляется Этой дури рисковой Хоть секунду раскована Только пусть не оглянется Пусть хоть ей будет счастье В доме с умным сынишкой Наяву ли сейчас ты И когда же ты снишься От утра ли до вечера В шумном счастье заверчено До утра поутру ли За секунду до пули Андрей Вознесенский Оза Саша фантазер Мистификатор Виртуальный реалист Но пистолет у него Я сам видел Александр Петрович Был фронтовиком Дайте мне его На три часа Меня шантажирует банда Хочу попугать А знаменитые Сто процентно Правдивые глаза Уставились на меня Что-то смекнули И вздохнули Вчера Леля нашла его И выбросила В пруд Слетайте в Тбилиси Там за три старые Можно купить Два дня Я занимал деньги На утро Перед отлетом Мне вдруг позвонили Старик Нам надо поднять подписку У тебя есть сенсация Сенсация у меня была В редакции попросили Убрать всего одну строчку У меня за спиной Стояла вечность Я спокойно отказался Напечатали Держа свежий номер журнала Я думал Каким я мог быть кретином Не увидеть столького Не встретить утром тебя Не написать этой вот строчке Выйдули к парку В море плыву Туфелик пара стоит на полу Левая к правой На бок припала Их не поправят Времени мало В мире не топлено В мире низги Вы еще теплые Только с ноги Вас от ступни Потемнела изнанка Вытерлось золото Фирменных знаков В мире металла На черной планете Сентиментальные Прошу тебя Ровно через год Давай встретимся И вернемся к прежней жизни Ты не выдержишь Больше года Я пообещал Он же был прав Но вместо одного года После того разговора Прошло Сорок пять лет Я сказала Хочешь будешь Спать в заброшенной избушке Утром пальчики девичьи Будут класть на губы вишни Глушь такая Что не слышно ни хвала И ни хула Он ответил Все мура Раб стандарта Царь природы Ты свободен без свободы Мчишься ты в автомобиле Но машина без руля О, зароза листервоза Как скучны метаморфозы В ящик рано или поздно Жизнь была? А нафига? Как сказать ему подонку Что живем не чтоб подохнуть Чтоб губами тронуть чудо Поцелуя и ручья Чудо жить необъяснимо Кто не жил Что спорить с ними Можно бы Да нафига Андрей Вознесенский Оза В январе 64-го Юрий Любимов получил Пустующую таганку С огромными долгами От старого театра В который никто не ходил И вот вскоре он отправился К опальному поэту С которым некогда Их познакомил Пастернак Гости предложили мне Стать автором нового театра Идея приглашающих была Устроим ваш вечер Будет скандал И публика узнает путь к театру Андрей Андреевич читал Актеры играли Сначала эта постановка Называлась Поэт и театр Но поскольку автор Постоянно был в разъездах Решили создать Отдельный спектакль Антимиры В котором он мог участвовать Время от времени В этом спектакле Появился весь будущий Золотой состав таганки Вознесенский писал Что Высоцкий Дастона заводил публику Ненормативной лексикой В монологе Ворона и Зозы Это был его первый выход На сцену с гитарой Антимиры нас выручили Вспоминал Любимов Этот спектакль короткий И мы играли его После вечернего спектакля А по воскресеньям Иногда По четыре раза в день Это ужас Но жить-то надо было Все молодые Так начался Наш осознанный путь К поиску Поэтических представлений Будь же проклята ты Громада Программированного зверя Будь я проклят За то, что я Слыл поэтом Твоих распадов Мир не хлам Для аукциона Я Андрей А не имя рек Все прогрессы Реакционные Если рушится человек Андрей Вознесенский Поза Год назад В тот мартовский день 63-го Как родители радовались Меня в Кремль позвали Как и мой любимый Поэт Маяковский Я не член Коммунистической партии Но едва я волнуюсь Начал выступление Как меня сзади Из президиума Стали перебивать Я не обернулся Продолжал говорить За спиной раздался рев Господин Вознесенский Вон из нашей страны Вон! Я не понял Кто это заорал Не Хрущев же? Я продолжал Бубнить по тексту И вдруг Оглянувшись Увидел невменяемого Вопящего Премьера В голове Пронеслось Неужели Припадочный Правит страной? Оза Перевернула Все Она стала Покаянием В исконном смысле Этого великого слова Изменением Разворотом сознания Проклинаю Псевдопрогресс Горло Соднит От тех словес Я им Голос Придал И душу Будь я Проклят За то Что в грядущем Порубав Таблеток С эссенцией Спросит Женщина Тех времен В третьем Томике Вознесенского Что за зверь Такой Циклотрон Отвечаю Их кости ржавы Отпугали Как тарантас Смертны Техники И державы Проходящие Мимо нас Лишь одно На земле Постоянно Словно Свет звезды Что ушла Продолжающееся Сияние Называли его Душа Андрей Вознесенский Поза В поэме 14 глав Как 14 строк Сонета Оза Стала еще И разговором С Шекспиром Физики И лирики Знали тогда Эти строки Наизусть Зову я смерть Мне видеть Не втерпешь Достоинство Что просит Подаяние Над простотой Глумящуюся ложь Ничтожество В роскошном Одеянии И прямоту Что глупость Условет И глупость В маске Мудреца Пророка И вдохновение Зажатый рот И праведность На службе У порока Все мерзостно Что вижу я вокруг Но как тебя покинуть Милый друг А может Милый друг Мы впрямь Сентиментально И душу удалят Как вредные миндалины Уже ли и хорей Серебряный флейтист Погибнет Как форель Погибла У плотин Уже ли И любовь Немодна Как камин Аминь Но почему Ж тогда Заполнив Лужники Мы тянемся К стихам Как к травам От цинги И радостно И робко В нас Души Расцветают Роботы 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 Речь мою Прерывают Из воспоминаний Зои Борисовны Свадьбы не было В 64-м году Мы просто поехали В ЗАГС На 9-й Парковой И стали мужем И женой Потом уже все узнали Но поначалу Никто не верил Белла Ахмадулина Когда мы еще не были Официально женаты Приехала в Дом творчества В Переделкино И повесила мне на шею Свой опаловый крестик Это был такой жест Она опустилась на колени Сняла крестик И сказала Он тебя выбрал Они очень дружили Очень долгий период Это было сродни влюбленности Первое время Они жили на ее зарплату Мыкались по чужим углам Ему пришлось продать Библию с иллюстрациями Сальвадора Дали Эта книга Спасла, если не жизнь То год моего существования Потом я искал ее Хотел выкупить обратно Но отчетно Осенью Журнал «Молодая гвардия» Опубликовал Озу И Хрущева сняли Будучи на пенсии Он передал мне, что сожалеет О случившемся и о травле Что его дезинформировали Я ответил, что не держу на него зла Главное, что после 56-го Были освобождены люди Андрей Андреевич мог бы добавить Не было бы счастья Да, опала помогла Мы растаем И снова станем И, неважно в каком бору Важно жить Как леса хрустальные После заморозков по утру И от ягод звенит кустарник В этом звоне я не умру И подумает женщина Странно Помню дубну Снега с кострами Были пальцы от лыж красны Были клавиши холодны Что же с Зоей Та, физик давняя До свидания До свидания Отчужденно, как сквозь стекло Ты глядишь свежое светло В мире солнечно и морозно Прощай, Зоя Здравствуй, Оза Андрей Вознесенский Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok